В 2022-м показатель пассажиропотока был рекордным. Количество прибывших и улетевших граждан превысило 2,5 миллиона человек. Из них около 200 тысяч путешественников летали международными рейсами. В топ направлений вошли Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Таиланд. На внутренних рейсах пассажиры чаще всего выбирали Москву, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области смягчило правила получения микроавтобусов для многодетных семей. Теперь шанс получить их имеют примерные ячейки общества, которые воспитывают семь и более детей в возрасте до 18 лет. Ранее выиграть бесплатную машину могли родители с восьмью и более детьми. Сегодня министерство приглашает всех желающих поучаствовать в конкурсе. Помимо сбора документов, нужно будет пройти несколько этапов участия. Результаты многодетные семьи узнают после 1 апреля 2023 года. С 2013 года, с момента, когда начало наше министерство проводить этот конкурс, счастливыми обладателями ключей от нового автомобиля «Газель» стала уже 51 семья. В Иркутске проверили более 40 машин такси, водителями которых были иностранные граждане. Рейд по выявлению незаконно проживающих иностранцев на территории РФ провёл отдел по вопросам миграции МВД совместно с сотрудниками ДПС. Офицеры составили 10 протоколов. Куйбышевский районный суд города назначил трём гражданам Таджикистана наказание в виде штрафов в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы России. Для бойцов в военном госпитале Иркутска приобретут оборудование для занятий лечебной физкультурой. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев после очередного визита раненых участников в специальной военной операции. Решается вопрос по посещению бассейна и проведению занятий по плаванию. С бойцами по-прежнему работают волонтёры. Они помогают в решении бытовых вопросов, встречают и размещают родственников военнослужащих. «Очень важно сегодня уже для тех, кто находится в стадии выздоровления, это лечебная физкультура. Мы договорились с коллегами, имеющими такой медицинский и спортивный профиль, будем проводить занятия по ЛФК три раза в неделю. И ребята это одобрили». Бойцы пожарно-спасательного гарнизона провели традиционную акцию «Пожарный десант». В этот раз они помогали ветерану службы МЧС. Отряд быстро справился с заданием. Они заполнили поленницу расколотыми дровами, которых хватит пенсионерке надолго. Такую помощь пожилым людям бойцы оказывают регулярно, выполняя самые разнообразные задачи по хозяйству. «Мы своих ветеранов не бросаем. И словом, и делом всегда стараемся им помочь, всегда находиться рядом. Ну и я думаю, что от этого мероприятия все получат пользу. И мы, и наш ветеран».